Лос-Антос, это как вы понимаете Лос-Анджелес, и на Блэк Раше это всё, как уже заметили многие комментаторы, о чём сегодня я с вами хотел поговорить. Побольше рекламок вставите для того, чтобы побольше, и вообще на подзаголовки, на заголовки и на всех прочих вещах вывалили на людей, и они во всё это играют. Блэк Раша... Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Скажу вам честно, было бы неплохо выпустить данный видеоролик вот прям на Хэллоуин, вот прям чтобы чуваки такие посмотрели, такие типа, вот да, вот это вот то, что мы хотим посмотреть, вот это вот то самое то, что нам нужно. Я обещать ничего не могу в данном случае, то есть выпущу я на Хэллоуин, выпущу я не на Хэллоуин, когда я там ещё всё это выпущу, ну то есть тут уж так прям вот сразу не скажешь. Однако, новости сегодня такие, знаете, хэллоуинские. Несмотря на то, что Хэллоуин это не наш праздник, будем честны, и Аризона РП, и уже, знаете, Блэк Раш, и я подозреваю, что другие GTA Самповские и GTA CRMP проекты, они подготовятся к данному событию. Если на Аризона РП, это ещё более-менее оправдано тем, что действия происходят как бы в Америке, разумеется, названия всех штатов изменены, и карты друг на друга, они, знаете, не похожи, потому что Лос-Антос, это, как вы понимаете, Лос-Анджелес, и грани подобия, конечно же, есть, какие-то вот эти вот все, знаете, здания, всё прочее, но в целом, если вы приедете в Лос-Анджелес, я не думаю, что вы сможете там ориентироваться по карте Лос-Антоса, просто потому что она даже, блядь, ну тупо меньше вот этих, чем вот настоящий-то Лос-Анджелес. Ну, я так полагаю, я-то, разумеется, не был, может быть, когда-нибудь потом, там, знаете, в командировку Аризона РП отправят в какой-нибудь Лос-Анджелес, вот это я понимаю, да, вот тогда-то я и посмотрю, там, Лос-Анджелес, не Лос-Анджелес, может быть, ещё какие-то вот эти вот все вещи, но не важно, потому что сегодня мы рассмотрим Хэллоуин на Блэк Раше, и на Блэк Раше это всё, как уже заметили многие комментаторы, но это странно, потому что Хэллоуин в России, он не отмечается, там, знаете, и официально не отмечается, и вроде как между людьми, ну, вот, типа, ну такое, я себе, типа, всем пофиг на этот Хэллоуин, может быть, в каких-нибудь, там, я не знаю, школах, учебных заведениях, особенно сейчас во время карантина, ой, во время коронавируса, вот, разумеется, он, наверное, отмечается, там, знаете, каких-нибудь, я там, летучих мышей развешиваю, может быть, из тыкв что-нибудь вырезают, потому что вот, когда я учился, то нечто подобное в школе было, но, разумеется, это было уже, там, знаете, сто лет назад, и сейчас, я не знаю, делают нечто подобное, не делают нечто подобное, да, мне, в общем-то, и без разницы, я даже не буду вас просить, написать в комментарии, мол, а у вас в школе такое делают, или а у вас в учебном заведении такое делают, кому на всё это не похуй, типа, ну, в самом деле, кому, блядь, не поебать, вот, и я думаю, что абсолютно всем на всё это абсолютно точно поебать. Так вот, о чём сегодня я с вами хотел поговорить. Всё дело в том, что Black Rush, она уже, знаете ли, вовсю готовится к Хэллоуину, и вовсю уже тизерит всякие скриншоты с этого самого Хэллоуина, и мне не столько интересно, вот, сами, вот, то, что они там будут делать, то, что они там будут разрабатывать, то, что они там будут вообще показывать, как вот, то, как выглядят вот эти вот все скриншоты. Вы знаете, что я такой, знаете, профессиональный оценщик, профессиональный обзорщик, вот, по всем этим скриншотам, там, знаете, и машину могу с бриллиант РП оценить, и какие-то вот эти вот, знаете, прочие вещи могу также оценить, и много всего ещё могу оценить. И вот тут меня скриншоты, ну, они прям вот поразили. Я, как, знаете, сижу, как какой-то вот этот вот, как его зовут, банамас, вот, как банамас, сижу и такой, к каждой текстуре, к каждым вот этим вот прочим вещам сижу и такой, вот, вот тут классно, вот тут не классно, вот тут нормально, вот тут не особо нормально, и вот, вот так оно всё и происходит. И ролик вот такой, знаете ли, растягивается на минут 8, для того, чтобы побольше рекламок вставить, и для того, чтобы побольше денег-то с вас как раз-таки заработать, обманув вас как бы на просмотр, на коммерческие воспроизведения данного видеоролика. Но опять же, спасибо всем, кто смотрит мои видеоролики без отблока, вы помогаете мне заработать больше денег, тем более, что доллар-то сейчас, он как бы, знаете, стоит дорого, и нужно уже там зарабатывать бакс для того, чтобы, ну, как-то жить в обществе-то в нашем. Потому что уже у всех деньги находятся в долларах, а у кого они не в долларах, ну, тот, наверное, просто, я там, не знаю, на официальной работе работает и отчисляет, там, не знаю, 13% НДФЛ. Ну, не важно, потому что сегодня у нас новость из Live Mobile, выложенная в 13 часов 36 минут, и подзаголовок там примерно такой. Black Russia продолжает показывать локацию с Хэллоуина. И вообще на подзаголовке, на заголовке и на всех прочих вещах все это заканчивается, потому что и до этого Black Russia показывала какие-то там, знаете, вот эти вот свои адские ворота. Правда, не такие, как на Mordor RP, а немного другие, такую какую-то, знаете, калитку и все прочее. И тогда все это оценить во всей красе нельзя было, потому что, ну, калитка и калитка, может быть, там, не знаю, в Photoshop подредактировали, покрасили как-нибудь, может быть, там, подрисовали какие-нибудь текстуры, и там все это было не особо видно. Но вот сейчас скриншот, прям, знаете, из самой игры, и то, что я могу сказать, это прям то, что, ну, я просто офигел. Я сидел, думал, это серьезно, это Black Russia, это КРМП, потому что лично я КРМП привык видеть как что? Как нечто такое, ну, какой-то, какой-то облеванный, да, не знаю, неотесанный, какой-то очень хуёвый кусок кала, который вывалили на людей, и они во все это играют. Там еще вот эти вот все русские модельки, русские машинки, все вот это вот прочее, и они там на всем этом ездят, на всех вот этих вот своих русских бронетранспортерах, и, ну, так у них все это и получается. Но вот тут я прям смотрю, и оно выглядит, ну, вот вы прям сами посмотрите, оно же выглядит просто замечательно, как будто бы это не Black Russia, а какая-то вот новая игра. То есть, ну, в самом деле, как будто бы там, я не знаю, разумеется, игра, ну, такая себе, потому что, ну, типа, знаете, из каких-нибудь, наверное, 2000-х, может быть, 2008-го, там, знаете, вот эта вот вся Акела 1С, когда вот эти вот все, знаете ли, игры как-то так делались, типа, ну, такая себе игра. Но в целом, если сказать, что это на телефон, если сказать, что это GTA КРМП, то уважение прям появляется большое. И я смотрю, и прям вот, ну, очень атмосферно, по крайней мере, на этом скриншоте, как уж оно там будет в игре, что там будет дальше, ну, мне не особо известно. Однако, я думаю, что, ну, поживем, увидим, что там будет далее на Black Rush со всеми этими хэллоуинскими обновлениями, что они там вообще придумают, что они там сделают, потому что на данный момент оно выглядит прям очень атмосферно. И, допустим, по какому-нибудь Дискорду с друзьями зайти, вечерком вот так вот поиграть, погулять и, типа, вот страшно, там, не страшно, вот это все прочее сделать. Это прям святое дело, потому что выглядит оно все вот прям так, как, наверное, и должно выглядеть. Однако, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Я играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, а также все прочие вещи, которые могут вас заинтересовать при игре на Arizona RP, при попытке поиграть в Arizona RP и в Arizona Mobile и во все прочие вещи. А вот там-то все это и есть, и вы туда можете зайти, можете зарегистрироваться и ввести мой промокод NoToxic54 и ввести мой никнейм. И вообще, у меня еще в целом есть телеграм-канал, в который вы можете зайти, подписаться и там прям будет много всяких интересных новостей, инсайдов и того, что не может выйти на ютубе. Однако, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем спасибо и, наверное, до свидания всем.